Олег Аркадьевич выступил с последним словом, не признает своей вины, очень жестко облиступил, передает всем огромный привет, поддержание, кто его поддерживает, болезни более-менее. Сегодня также защита выступила с прениями. По нашему мнению, мы еще раз подчеркнули, как мы это сделали против всего судебного следствия на недоказанность вины Олега Аркадьевича. Также указали, обратили внимание суд на наличие существенных противоречий и очень сомнительных обстоятельств, предъявленных в инкриминированном Олеге Аркадьевичу деянии и в преступлении. 3 марта будет оглашено итоговое решение по данному делу. Мы надеемся на справедливое решение, но в то же время, учитывая сложившуюся практику, особо не питаемые люди. Но все-таки надежда моя, она теплится, мы все-таки очень надеемся, что суд разберется и действительно дворец правосудия, которым именуется данное здание, будет выполнять именно свою функцию и будет осуществлять правосудие. Он не станет инструментом для репрессии и преследования людей, которые имеют отличную точку зрения относительно тех или иных политических, экономических, социально-бакородных вопросов и проблем, имеющих место в их жизни. Слава Богу, в следственном изоляторе ему стали стабильно передавать лекарства, которые отправляются в родственники. Слава Богу, ему так или иначе за ним присматривают. Я не могу сказать, что в следственном изоляторе абсолютно не против жалобы. Но опять-таки, есть системная проблема, когда в следственном изоляторе отсутствуют те или иные медикаменты, те или иные специалисты. Ввиду этого просто отсутствует как таковая возможность полноценно оказать надлежащую медсутбу. Он содержится в той же камере, с тем же людьми конфликтов с администрацией, с камерами у него не возникало. Во всяком случае, он мне об этом не говорил. И на мой вопрос ответил отрицательно.